всем доброго времени суток вещают могилевские хроники многие из вас наверняка прогуливаясь по центру города видели эту трехэтажку да еще с весьма странной пристройкой сегодня это здание полностью заброшено несмотря на центральное расположение а между тем этом здании начала прошлого века происходило важное историческое событие для могилева давайте разбираться что в нем находилась и почему с этим зданием не все так однозначно сегодня парки кинотеатры ушедшие в историю здания мы видим вашу заинтересованность и стараемся делать более интересный материал доступным языком сегодня мы поговорим об электрификации города о том как это происходило и насколько она сильно изменила жизнь города в 70-х годах 19 столетия в могилеве проживало 40 тысяч человек в городе было построено 1620 деревянных и 285 кирпичных домов всего находило 65 улиц и проездов остро стояла проблема освещения улиц и площадей по ночам особенно при коротком световом дне как и в других городах российской империи с середины 60-х годов 19 века в городском освещении массово применялись недавно изобретенные керосиновые фонари всего в городе их было около двухсот сам фонарь представлял из себя коробку или ящик со стеклянными стаканами на столбе высотой около трех-четырех метров которым помещалась керосиновая лампа такие керосиновые фонари давали силу светов 8 10 свечей обслуживание осуществлялось через несколько дней поэтому фонарщики днем собирали лампы которые на санках тележках и даже на коромыслах относили в депо чистили стекло при необходимости выполняли ремонт после всех этих манипуляций возвращали их на место по вечерам для фонарщиков наступал самый суетливый момент каждому было необходимо быстро зажечь около 20 фонарей зажигание фонарей производилась 10 месяцев в году из расчета 9 часов на ночь за исключением полнолунии на каждый месяц утверждался календарь в котором для каждой ночи было прописано с какого и по какой час производить освещение на центральных улицах города и на мосту через реку днепр фонари располагались достаточно часто через каждые 20-30 метров на окраинах же города фонари стояли на перекрестках и опасных местах света такие фонари давали достаточно немного и современники так описывали пользу данного изобретения в метель на улицах только изредка виднелись какие-то светлые пятна и только наткнувшись на деревянный столб можно было удостовериться что это уличный фонарь тем не менее керосиновые фонари настолько прочно вошли в жизнь что детям предлагали решать задачи сколько нужно времени фонарщику чтобы зажечь фонари на улице 1890 годам в городах империи стало постепенно внедряться электрическое уличное освещение керосиновой компании ощутив конкуренцию с производителями электрических ламп были вынуждены внедрять изобретения которые значительно бы улучшили уровень уличного освещения после 1903 года появляется калильные сетки и соответственно керосинокалильные фонари они представляют собой длинный цилиндр заканчивающийся внизу стеклянным колпаком с рефлектором резервуар для керосина помещался верхней части фонаря горючая по трубке стекала вниз в испаритель пары керосина выходили из форсунки смешивались с воздухом и сгорали внутри калильной сетки при этом сетка раскаливалась и давала свет в 600 и более свечей для зажигания фонаря его спускали вниз на трассу спиртом разогревался испаритель после того как фонарь разгорался его подымали чтобы погасить фонарь его снова опускали могилею такие фонари использовались на железнодорожной станции и на центральных улицах и площадях но вернемся к теме электрификации конце 19 века некоторых российских городах для освещения домов и улицах уже начинает применяться электричество так например петербурге первым в мире мостом постоянного типа освещенным электричеством стал литейный мост в июне 1880 года городская управа могилева приняла постановление о необходимости электрификации города и летом того же года начинается возведение здания электростанции однако это решение было слишком скоропалительным поскольку не техническая ни экономическая сторона вопроса была еще недостаточно проработаны работы были надолго остановлены и возобновились лишь в июле 1908 года к этому времени уже во многих крупных городах российской империи работали электрические станции демонстрируя высокую прибыльность финансирование строительства электростанции осуществлялось за счет займа на сумму 125 тысяч рублей выделенного московским земельным банком с последующим погашением течение 50 последующих лет строительство было закончено в начале 1910 года и 7 февраля электростанция дала первый постоянный ток напряжением от 200 до 400 вольт первоначально станция имела мощность 90 киловатт в качестве провода электрогенератора на электростанции был установлен прогрессивный двухцилиндровый дизельный двигатель нобелевского завода работавший на сырой нефти последующим электростанцию было установлено еще несколько двигателей за счет заемных средств дополнительно привлеченных 1913 году и мощность уже была достигнута до 400 киловатт последующим электростанцию было установлено еще несколько двигателей за счет заемных средств дополнительно было привлечено 165 тысяч рублей и в 1913 году ее мощность была доведена до 400 киловатт на указанное средство было построено здание электростанции включая аккумуляторную установку мастерские подсобные помещения квартире для персонала и управляющего машиниста а также склад топлива распределительный щит и воздушные линии электропередач с учетом мирового опыта была принята трехпроводная система распределения электроэнергии предложенная гопкинсом при этой системе генераторы на электропостанции соединялись последовательно и от общей точки шел нейтральный или же компенсационный провод при этом обычные лампы сохранялись они включались как правило между рабочими нейтральными проводами а двигатели для сохранения симметрии нагрузки можно было включать на повышение напряжения 400 вольт также была сооружена аккумуляторная батарея на 400 вольт и 440 ампер часов аккумуляторные батареи были в то время обязательным дополнительным сооружением каждой электростанции они покрывали пики нагрузок заряжаясь дневные ночные часы они служили резервным источником в итоге радиус электроснабжения составлял примерно до 1200 метров соответственно электростанция могла питать потребителей только находясь в центре города и непосредственно возле них электростанция была построена на территории так называемый площади горелых казар по адресу крутой переулок за современным кинотеатром червоная зорька здание станции находится там до сих пор история сохранила имена первых руководителей электростанции первым заведующим был мариан иосифович маркевич римско-католического вероисповедания закончивший политехнический институт машинистом был адольф робертович доблер 1911 году на электростанции появился бухгалтер митрофан петрович тихий 1912 году заведующий электростанции стал вассов антонович половский а в 1913 иван меркуриевич булок с 1914 года на электростанции появился заведующий бухгалтерии говоря современным языком главный бухгалтер иван федорович ткаченко всего на станции работало порядка 50 человек обязанности которых ходила эксплуатация и обслуживание дизельных двигателей ремонт аккумуляторов воздушных сетей и электросчетчиков интересно что платно осуществлялось устройство электрического освещения у абонентов а при устройстве и вводов оплачивалась только работа персонала 1913 году станция снабжала электроэнергией служебное общественное жилое помещение три промышленных предприятия 12 тысяч электрических лампочек у абонентов 300 светильников уличного освещения и 90 подворотных ламп за 1913 год ей выработано порядка 270 тысяч киловатт-часов потребление распределяла следующим образом 71 процент на освещение жилых и производственных помещений 11 на работу электродвигателей 17 на уличное подворотное освещение расход топлива составил порядка 80 тонн сырой нефти по цене около 1 рубля за путь керосин стоил 2 рубля за путь немало трудности было и с доставкой топлива поскольку в районе электростанции нет ни железнодорожных путей ни крупной речки исходя из расхода порядка 130 киловатт-часов в год на один электрический фонарь уличного освещения можно было предположить что применялись лампы накаливания мощностью около 60 ватт судя по всему часть керосиновых фонарей попросту были переделаны под электрические а внов устанавливаемые по внешнему виду не отличались от старых керосиновых учитывая специфику тогдашнего потребления электроэнергии 88 процентов производственной электроэнергии расходовалось на освещение максимум нагрузки был вечерние и утренние часы а низкая нагрузка электростанции в дневное и ночное время поэтому после 24 часов машины останавливались и город оставался на питании от аккумуляторной батареи с целью повышения нагрузок в дневное время тариф для работы электродвигатель был установлен на уровне чуть выше себестоимости плановая прибыльность станции на 1914 год составила 37 с половиной процентов на начало 1913 года у абонентов имела значительная задолженность за устройство электрического освещения процент оплаты составил около 70 процентов за отпущенную электроэнергию 68 за прокат электросчетчиков около 80 видимо именно проблемами с неплатежами объясняется и появление бухгалтера а потом и заведующего бухгалтерии на электростанции что же поменялось в жизни горожан с появлением электростанции до появления керосина освещение жилья было очень дорогим как правило это были либо свечи либо лучина керосиновые лампы значительно удешевили и улучшили освещение жилья однако с их появлением население максимально использовало дневной свет если же ребенок вечером делал уроки при керосиновой лампе в этой комнате собиралась вся семья мать шила отец читал газету дети играли впрочем керосиновые лампы обладали рядом недостатков брошюры популяризирующих электричество подчеркивали следующие недостатки керосиновых ламп при их опрокидывании возможен пожар и они только загрязняют воздух продуктами горения что может плохо сказаться на здоровье от них портится и интерьер и одежда из образующейся сажи и пыли лампу долго разжигать электрическое освещение напротив пропагандировалось как не требующие дополнительного ухода на заправку регулировку и при этом его легко зажечь или погасить а также это безопасно для человека также подчеркивалось выгодность электрического освещения витринов для магазинов для подсветки товара так как оно не портит образцы не искажает их цвет выгода электричества для промышленности заключалась в использовании станков с электрическим проводов вместо механического возможность также удлинить рабочий день обеспечить освещение рабочего места освещение одной лампочку мощностью 42 ватта обходилась абоненту ежемесячно в 40 копеек или же около полутора киловатт часов для сравнения в 1913 году цены на зерно такие как гречка и рожь составляли порядка одного рубля за путь швейная машинка зингер стоила около 25 рублей а месячная зарплата могилёвы сторожа составляла 14 рублей фонарщика 14 с половиной тарифы на электроэнергию были дифференцированы для нужд освещения 1 киловатт часа стоимость составляла около 28 копеек для работы электродвигателей 13 копеек на уличное освещение 10 при этом себестоимость одного киловатт часа составляла около 10 копеек интересно что электрические счетчики сдавались абонентам в аренду стоимость аренды составляла около 1 рубля год что было значительно дешевле московских цен которые составляли три с половиной рубля устройство электропроводки в доме осуществлялось открыто на изоляторах стоимость устройства для электропроводки составляла около 3 рублей с лампочки или же 25 рублей на оборудование средней квартиры первую очередь электрифицировались дома богатых горожан магазины и общественное здание цены на лампочки с нитью накал из угольного волокна составляла около 50 копеек при этом 600 часов службы с большим расходом электроэнергии также были с вольфрамовой нитью которые стоили уже полтора рубля и сроком службы более тысячи часов и они были более экономичные поскольку лампочки с вольфрамовой нитью были подвержены перегоранию при сотрясении советовали для восстановления работоспособности слегка вытряхивать лампочку под напряжением в целях подешевление перехода с керосинового на электрическое освещение давали советы как переделать лампу на керосине или люстру на свечах под электрическое освещение целом электрическое освещение было несколько дороже по сравнению с освещением керосиновыми лампами однако удобство при использовании пожарной безопасности электрического освещения были быстро оценены горожанами вместе с тем население использовало электрическое освещение крайне экономно примерно один-два часа в день на одну лампочку видимо в силу некоторых дороговизны и культурных традиций. Электричество проникла во все сферы городской жизни и становилось миримым престижа и культуры. В городе появлялись кинотеатры. Одним из первого электротеатра Чары был построен непосредственно близости к электростанции. В настоящее время на этом месте находится кинотеатр «Червоная зорка». К концу 1913 года на электростанции имелся значительный резерв мощностей. Имелось и значительное количество горжан, желающих подключиться к электрическим сетям. Поэтому уже на 1914 год прирост потребления на освещение прогнозировался на 15%, уличное освещение на 8%. Потребление энергомоторами увеличилось на 90%. В том числе планировалась электрификация улиц Виленская, современная улица Лазаренко, Большой Мещанской, современная Большая Гражданская в районе Речной пристани и других. А также установка дополнительных электромоторов на предприятиях. Финансирование строительства планировалось за счет ссуды, общество взаимного страхования от огня на сумму 20 тысяч рублей под 4%. Дальнейшая история первой городской электростанции тесно связана с перипетиями Первой, Мировой и Гражданских войн. Перенос ставки Верховного главнокомандующего Могилев, Октябрьская революция, Брестский мир, немецкая оккупация, последующая гиперинфляция. В итоге, к ноябрю 1918 года, после отступления немецких войск и освобождения Могилева частями Красной армии, мощность электростанции снизилась до 150 кВт, то есть упала в три раза. Электростанция позднее была уже национализирована. Был избран рабочий комитет городской электростанции. К сетям уже к этому времени подключилось около 1300 абонентов. В связи с полным разрушением хозяйственных связей внутри страны, отсутствием нефти для работы электростанции на полную мощность, была предпринята попытка лимитировать отпуск энергии 8 кВт-ч на одну электролампочку мощностью 25 Вт по цене 6 рублей в месяц. При потреблении электроэнергии без счетчика 45 рублей в месяц. Цены на ноябрь 1918 года. 15 января 1919 года последовало ограничение работы электростанции. Электроэнергия подавалась с 7 до 9 утра и с 6 до часа ночи ежедневно. А с 19 января 1919 года отключены от электроснабжения все потребители, кроме советских учреждений, в котором электроэнергия поставлялась по заявкам. В июле 1919 года в целях экономии нефти на электростанции был установлен локомобиль – паровая электросиловая установка на твердом топливе мощностью 150 кВт. С окончанием гражданской войны жизнь входила в мирное русло и к концу 1924 года мощность электростанции была доведена до 400 кВт, то есть достигла значений 1914 года. Количество абонентов составило уже 2300 человек. Достаточно напряженным были отношения электростанции с подразделениями Красной Армии, дислоцировавшись в Могилеве и другими абонентами. 5 февраля 1920 года на электростанции случилась аварийная остановка. На станцию прибыл председатель окружного совнархоза Беляев, который нецензурно выражался в присутствии рабочих и в отношении членов правления электростанции и обещал направить их в ЧК. После этих событий четыре члена правления подали прошение об отставке, протестуя против таких действий. Военный комиссар дивизии требует обеспечить электрическое освещение в помещениях, которые занимают прибывавшие подразделения, и также он угрожал привлечением их к ответственности за саботаж. Могилевский в Совнархон обвиняет в сложившейся ситуации убывающее подразделение, которое при смене дислокации снимали проводку, а вновь прибывшие части взламывают склады и угрожают ареста персоналу. В итоге каждые 2-3 месяца приходилось заново делать электропроводку в зданиях. Военнослужащие 8-й стрелковой дивизии производят самовольное подключение к электрической сети. Электростанция прекращала отпуск электроэнергии с 18 до 22 часов вечера в целях экономии топлива. Чугунно-литейный завод выполнял заказы воинских частей и просил электроснабжения до 21 часа вечера соответственно. Ответ электростанции предлагает снабжению армии предоставить дополнительное топливо пропорционально выработке. В августе 1928 года станция была расширена. Был установлен дополнительный новый мощный двигатель для станции и мощность производимой энергии выросла уже до 950 киловатт. К этому времени город был электрифицирован примерно на четверть, а численность населения в нем составила уже более 50 тысяч человек. Электроснабжение Могилева значительно улучшилось после того, как в 1930 году он стал получать электрическую энергию по линии электропередач напряжением 110 киловатт от возведенной подоршей Белгресс. В том же году для электроснабжения шелковой фабрики и ее поселка было начато сооружение теплоэлектроцентрали современной ТЭЦ-1. Ее первый турбогенератор мощностью 5000 киловатт был введен в эксплуатацию весной 1933 года. В сентябре 1933 года городская электростанция была закрыта, а здание было перестроено под жилой дом. Примерно в это же время было ликвидировано керосиновое освещение улиц города. Часть помещения бывшей электростанции использовалась могилевскими электрическими сетями до 70-х годов 20 века. В настоящее время здание электростанции признано находящейся в аварийном состоянии. Житцы выселены. Так и стоит здание с тех времен в центре города, спрятавшись за новыми современными постройками. Сносители ремонтировать его вряд ли будут в ближайшее время.